Архитектура 50-х, 40-х, 50-х годов, она вся построена по канонам, классическим канонам, которые заслуживают внимания. Меня очаровали совершенно, когда я выходила со своими студентами на пленэр, и мы делали зарисовки старой архитектуры. Лепнина, которая есть, я как художник говорю, вся структура архитектуры самостоятельно хороша. А меня еще очаровывает украшение на этих зданиях. Есть лепнина, которая характеризует нас как Казахстан, это орнамент, национальный орнамент, который мы видим как элемент, украшающий архитектуру. Я, например, думаю, что это тоже заслуживает внимания. Это площадь Гагарина, да, сегодня она так называется. Это здания на улице Ленина, даже не официальные, а жилые здания, они тоже так же хороши. Улица Чкала совершенно потрясающая. И сегодня я влюблена в это место, где можно прогуляться и увидеть то классическое место, которое нам дорого, как старожилам. Если бы сегодня существовали экскурсии по Карганде, какие места обязательно должны были бы войти в эту экскурсию? Пройдемся по Карганде? Ну, проедемся, конечно. Я бы проехалась по нашей Михайловке. Это тот район, который заселялся всеми, кого сюда ссылали. Эпоха. Это сороковые годы, это до-военные, послевоенные годы, когда поселок образовывался из приезжих людей. Это были Украина, Россия. Я не знаю еще откуда ссылали. В те советские годы, когда начались космические полеты, и мы увидели гостиницу «Чайка», она тоже была хороша, она была интересна. И по сей день, я думаю, она является одним из элементов какого-то архитектурного акцента в городе. Что еще интересно? Проспект Советский. Если мы говорим, да, и вспоминаем его еще как советский, то, естественно, наш дворец культуры горников. Это неповторимое. Это тот самый акцент, по которому нас узнают всегда, везде и всюду на территории Советского Союза. Я считаю, что мы заявили о себе вот этим зданием. Продолжение следует...